Там, где спорт, там жизнь, там где строительство спортивных объектов, там жизнь будущих краснодарцев и здоровое будущее, а может быть и будущее высоких спортивных достижений. А вы в курсе, что в Краснодарском крае вести здоровый образ жизни становится модным? Почти половина населения региона занимается физической культурой. Ну а спортивные кружки и секции посещают порядка 200 тысяч детей. Сочи тоже не отстает в показателях. Более 80% школьников активно занимаются физической культурой и спортом. Ну и большой вклад в моду на здоровый образ жизни в нашем городе вносит спортивная школа номер 12. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, директор 12-й спортивной школы города Сочи Юлия Олейник. Здравствуйте, Юлия Викторовна. Здравствуйте, Ольга. Рада вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли. Ну, несколько слов о вашей спортивной школе, спортивной школе номер 12. Какие вида спорта сегодня там преподают? У нас развиваются четыре вида спорта. Это пулевая стрельба, стрельба из лука, палеотлон и черлидинг. Четыре вида спорта. А база у вас какая-то есть? Где занимаются ребята? Твоей базы у нас нет. Мы занимаемся на базах общеобразовательных школах. Единственное, у нас есть ТИР на улице Новогинска. Это торговый центр «Атриум». Это частный ТИР нам предоставляет индивидуальный предприниматель безвозмездно. А так в основном у нас образовательные школы. А это удобно заниматься на этих спортплощадках? Насколько они адаптированы для занятий? Не, удобно в зависимости. Вот у нас 24-я школа, это ТИР, это стационарный хороший ТИР. Удобно, потому что дети. Есть дети, не надо ходить набирать по школам. Есть вот школа. В основном дети из 24-й школы у нас занимаются пулевой стрельбой. Но где находится ТИР, вот по месту расположения стараются родители и детей приводить на занятия. Вот черлидинг у нас 85-й прогимназии, это Новоровского. Это вот напротив шахматной школы. Это тоже в основном там детки от 6 лет и до 4-го класса. Тоже все в основном дети. Это все дети вот этого учебного заведения. Вот, палеотлон у нас проходит на базе ДЮСШ-1. Это дополнительное образование. Там у нас вот лёгкоатлетические дисциплины проходят. Плавание у нас на гимназии номер 1. Вот бассейн тоже образование предоставляет. Большое огромное спасибо Управлению по образованию, что нам базы предоставляют. Ну, теперь предлагаю обо всех видах спорта поговорить по порядку. Ну, культивируемый вид спорта – это, конечно, стрельба, стрельба из лука и пулевая стрельба. Много ли ребят выбирают для себя сегодня этот вид спорта и насколько он вообще интересен? Ну, интересен. В основном, конечно, мальчишки у нас по стрельбе и стрельба из лука. Вот, девочки тоже есть. Но девочек даже по краю очень мало. Вот, у нас вот есть наши звездочки. И за счет того, что девушки идут меньше в такие виды спорта, да, вот, а у нас есть наши звездочки, которые уже давно занимаются, мы конкурируем с Краснодаром, с Краснодарским краем и занимаем призовые места. Вот, на отделении пулевая стрельба у нас занимается около 90 человек. Вот, стрельба из лука поменьше – это около 30. Но это, скорее всего, из-за того, что отдаленность в Дагомысе – это 96-я школа, это Салахаул. Вот, соответственно, дети, которые там в этом поселке, да, находятся, те занимаются. Если бы это, конечно, было в Центральном районе, я думаю, что цифра была бы больше по детям. А насколько это вообще и травмоопасный ли этот вид спорта стрельба? Нетравмоопасно. Детей мы не допускаем к занятиям, пока они не сдадут правила безопасности, да, по, там, или стрельба из лука, или пулевая стрельба не допускается к занятиям никак, пока дети не выучат, не расскажут. Все у нас строго, у нас все с этим мы следим, чтобы все было хорошо. Нетравмоопасно. То есть родители могут не бояться? Да, могут не беспокоиться. Ну, вы уже говорили, что в Сочи есть и звезды, да, по стрельбе из лука. Это наш всеми любимый роман «Половинка». Успешно выступает в стрельбе из лука и завоевывает всевозможные титулы. А ваша школа чем может похвастаться? Может быть, какие-то имена, которые в ближайшее время уже очень громко зазвучат или уже звучат? Ну, у нас есть кандидаты в мастера спорта, но у нас такая преемственность. Мы муниципальная школа, а в нашем городе еще есть центр олимпийской подготовки. Там тоже вид спорта стрельба из лука. И, соответственно, наши дети, которые вот только-только начинают звездочки, да, переходят потом в центр олимпийской подготовки. И там мы только на уровне краевых соревнований выступаем, а там уже дети выезжают на всероссийские соревнования. Мы не имеем права их вывозить. Вот у нас только уровень краевой. И дети, которые у нас уже уровень КМС достигают, да, разряд, те переходят в центр олимпийской подготовки очень удобно, очень хорошо. Вот поэтому мы уровень муниципальный, массовый спорт, а потом звездочек передаем уже в центр олимпийской подготовки. Ну, а самых лучших кубанских спортсменов в регионе будут поддерживать теперь еще активнее. Буквально накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в краевой столице будет открыта спортивная школа-интернат для будущих чемпионов. Смотрим сюжет. Школу-интернат для будущих чемпионов планируют открыть в Краснодаре в районе баскет-холла и Ледового дворца. Жить там и заниматься различными видами спорта будут около 300 детей. Это будут лучшие из лучших, которых отберут со всего края. Как отметили на совещании, в регионе растет мода на здоровый образ жизни. Почти половина населения Кубани занимается физкультурой, а более 200 тысяч детей посещают спортивные секции. И со своей стороны краевая власть создает для этого все условия. Для нашего края спорт – это не просто приобщение молодежи к физической культуре. Это такая региональная идея. Она в том числе лежит и в основе молодежной политики в регионе. У нас не спорт ради спорта. У нас спорт должен быть образом жизни, потому что поговорка, которая была в моей юности – «В здоровом теле – здоровый дух». Вот сегодня здорового духа отчасти, может быть, и не хватает. Но, тем не менее, мы здесь с точки зрения спортивной подготовки не останавливаемся, особенно в части спорта общей доступности. Это для нас очень важно. Спорт высоких достижений, конечно, это гордость, это замечательно. Но большой спорт, без массового спорта не может быть, потому что есть те ручейки, которые формируют огромную реку наших олимпийцев в том числе. У нас действительно создана сильная, мощная спортивная материальная база. И сейчас она создана в основном в районных центрах и в центре нашего Краснодарского края. Но мы сейчас 20 малобюджетных спортивных комплексов мы строим именно в крупных станицах, где тоже, кроме фактических спортивных залов при школах, ничего нет. А там проживает 10, 15, до 17, до 20 тысяч человек. Тех, кто внес свой вклад в развитие спорта на Кубани, Вениамин Кондратьев отметил наградами. Медали за заслуги перед Отечеством второй степени был удостоен ректор Кубанского университета физкультуры Султан Ахметов. А директору Центра олимпийской подготовки Ирине Гаврик присвоили звание заслуженного работника физической культуры России. Спорт – это наша целая жизнь. И мы учимся, и дети учатся преодолевать трудности, учатся победам, поражениям. Вообще в жизни только трудности учат чему-то, а награды, победы, они просто придают сил, понимаешь, что все это не зря. Во всех районах Кубани построили 572 спортивные площадки. В основном они расположились в небольших станицах и поселках. С начала этого года по всему краю заработало почти 60 воркаут и скейт-парков. А сейчас по поручению губернатора разрабатываются типовые проекты спортзалов для сельских школ. Масса соревнований по стрельбе из лука, в частности, проходит в нашем городе Сочи. И очень часто на таких чемпионатах можно увидеть спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Это спортсмены с луком в инвалидном кресле и стреляют наравне с другими спортсменами. Есть ли в вашей школе такие спортсмены, может быть, возможности для занятий спорта спортсменом-инвалидом? В нашей школе занимаются только здоровые дети. Даже когда зачисляется у нас ребенок, спортсмен, обязательно предоставление справки, что именно этим видом спорта он имеет право заниматься и здоров. Для детей с ограниченными возможностями у нас есть специальный центр, где, я так думаю, что наш тренер не откажется. Если вдруг будут желающие, то, я думаю, мы поможем центру и будет тренировать. Я знаю, что на стадионе Югспорт проходят соревнования. Это уже чемпионаты со взрослыми. И центр наш, который муниципальный, там не только дети, там и взрослые тоже могут заниматься. Если будут такие желающие, то, конечно, мы поможем, тренер будет заниматься. И это здорово. Ну, еще один вид спорта, вы уже его упомянули, это палеотлон 3 в 1, это плавание, бег и стрельба. Вид спорта, не сказать, что очень популярный, много ли детей, которые хотят им заниматься и могут, потому что это достаточно сложно, быть успешным сразу в трех направлениях. Ну, палеотлон – это да, это такое силовое многоборье, где представлены различные дисциплины. И в основном он направлен на развитие выносливости и силы. У нас занимается на отделении 30 человек пока. Это просто у нас один тренер, возможности нет, чтобы он больше группы набрал. Также мы занимаемся на базах образовательных, я уже говорила, там Дюсша-1, плаваем гимназию номер 1. А стрельба у нас проходит в СОЖ номер 24 образовательной. По поводу, ну, наверное, наоборот, он этим интересен, что можно попробовать различные виды спорта. Дисциплины, которые включают палеотлон, это у нас идет легкая атлетика, кросс или спринтерские дистанции. Это плавание, там 50 метров, 25 метров, ну, в зависимости от соревнований, как положение будет. Это силовые упражнения, подтягивания у юноши, отжимания у девушек. Это метание гранаты тоже на выбор или, или, или как вот там выберут в положении соревнований. Вот, и стрельба из пневматической винтовки. Вот, я думаю, что в основном тоже у нас очень много юношей, потому что это считается как бы допризывной дисциплиной. И проходят спартакиады до призывников, да, до призывной молодежи по этому виду спорта. Вот, я думаю, что очень интересно, ну, в том, так же он и очень сложный, да, что там и выносливость, и сила. Детки приходят уже туда подготовленные в основном, или с легкой атлетики, или с плавания. Уже этими дисциплинами они пару лет занимались. И вот, может быть, им стало неинтересно, захотели еще и пострелять, пулевой стрельбой заняться. И силовой там гимнастикой, ну, на отжимания, подтягивания, метания гранаты. Ну, еще много сил и выносливости, а еще и грации нужно для того, чтобы заниматься чирлидингом. Раньше это направление даже и спортом кто-то не считал. В России оно достаточно молодое, можно так сказать, а в вашей школе активно развивается. Почему решили взять такое направление, и опять же, интерес к нему со стороны ребят? И еще такой вопрос сразу, какие есть возможности для занятия этим видом спорта? Потому что я знаю, что помещения должны быть особенными. Это высокие потолки для выполнения разного рода поддержек, которые характерны как раз-таки для этого вида спорта. Этот вид спорта у нас с 2013 года. Насколько я знаю, у нас в Сочи здесь открылась федерация в 2012 году. И краевая, и городская. И краевая федерация написала на департамент спорта письмо с просьбой открыть отделение в какой-нибудь или школе, или в центре для популяризации этого вида спорта. Привлечение детей, молодежи. И мы попробовали проэкспериментировать, согласиться. Потому что на самом деле такой вид спорта экстравагантный, непонятный. Все это представляют, что просто там группа поддержки, да, девочки с помпонами на мероприятиях, на каких-нибудь соревнованиях. А это вид спорта на самом деле, он в реестре видов спорта всероссийском. Также есть квалификационные требования, которые можно присваивать и разряды. От мастера спорта, ну и массовые разряды. Вот мастер спорта, например, присваивается 16 лет. Но это надо выиграть чемпионат Европы первое-второе место. Ну, понятно, это уровень такой высокий. Но все равно кандидат мастера спорта – это призовые места первенства России. В принципе, под силу. Там 2-3 года, если заниматься, и конкуренции, в принципе, по краю особой нет. Это вот у нас есть команды, да, в Краснодаре. И то Краснодар после Сочи начал развивать эти виды спорта. То есть мы первопроходцы такие? Ну, в Сочи, да, потому что открыли федерацию здесь, ну, сочинские черлидерши наши первые. И они уже потом начали открывать, я знаю, в Павловской есть, там, в Красноармейском районе, ну, это по краю. Вот. У нас уже занимается именно вот наших детей, которые в школе уже 140 человек. У нас 3 тренера. А начинали всего с одного тренера, вот он, с Ямановой Марией, которой она была и президент федерации городской. И у нас тренером работала. Сейчас у нас уже 3 тренера, вот 140 детей. Вот. Также мы, вот, я говорила уже, 85-й про гимназию у нас детки занимаются. Начинаем набор с 6 лет. По поводу высоких потолков. Да, по поводу помещений, залов. Да, залов. Это уже, знаете, более высокий уровень. Когда уже уровень там мастерства большой, тогда да, там высокие должны быть акробатические, да, там, поддержки. Поэтому у нас еще пока не такой уровень, чтобы там вот прям 9-метровые потолки. Нам, в принципе, достаточно сейчас и залов, которые вообще в образовательных школах. Вот. По поводу, что мы занимаем, какие места, ну, первенства, чемпионаты Краснодарского края проходят в Краснодаре уже второй год. Вот. У нас проходят городские открытые соревнования. Вот в сентябре, 16 сентября, приглашаем пансионат Аквалао. Будет около 400 детей с разных городов России. Приедут на соревнования. Приходите, посмотрите. Ну, черлидинг – это спорт не только для красивых девушек, но и для сильных парней. Есть ли такие в вашем роде? К сожалению, нет. Я вот видела соревнования, вот, чемпионат Краснодарского края в Краснодаре. Вот в Краснодаре есть. Я так думаю, потому что у них хорошая школа, акробатическая. И парни оттуда с акробатики, которые уже спорт закончили, да, уже там выше, не знаю. Ну, и решили все-таки продлить какую-то свою спортивную жизнь. И вот они, наверное, в черлидинг или там за девушками симпатичными. Вот. У них есть команда. У нас нет. Но у нас нет номинаций таких, потому что они в основном там дисциплины станы, специальные, где в поддержках, акробатические там поддержки очень серьезные. У нас в основном черлидинг, черданс, такие в основном танцевальные. Есть поддержки, есть там акробатические, да, движения. Ну, они такие щадящие, не под потолок под 9 метров. Поэтому пока нам хватает. Если будем, конечно, расти, конечно, нам надо будет уже залы побольше, повыше. Вот. Ну, надеюсь, в нашем городе это будет. Ну, впереди еще и будут и трюки, и молодые люди, я думаю, тоже с удовольствием подтянутся. Ну, и в завершении нашей программы, есть ли у вас какие-то мечты по развитию вашей спортивной школы? Что, как вам кажется, ждет ее в будущем? Наверное, любого директора спортивной школы, да, это мечта, это хорошие результаты наших спортсменов. Только, наверное, призовые места, не только на краевых соревнованиях, наверное, всероссийских, международных. Так же хотелось бы побольше квалифицированных тренеров. У нас такие виды, да, технические, ну, сложные, не игровые. У нас вот на самом деле, вот, единичные тренера, там, 2-3 в городе. Вот. Как бы желание привлечь с других городов, вот, такие виды, как стрельба из лука, да, тренерский состав, пулевая стрельба, не помешало бы. Хотелось бы, да, чтобы вот люди приехали сюда, тренерский состав. Ну, и, конечно, своя спортивная база. Потому что у нас наши виды, пулевая стрельба, это тир, это палеотлон, это плавание, это бассейн, это черлидинг, это спортивные залы. Это такой, какой-то грандиозный должен быть комплекс. Не знаю, по Краснодарскому краю такого, не знаю, чтобы все это было в одном месте. Есть там Кубанский университет, да, ну, понятно, там дети обучаются. Там это все есть, и манеж легкоатлетический, и спортивный зал, и есть бассейн. Вот, а именно, чтобы это в муниципалитете в каком-нибудь было, чтобы все в одном месте. Этого, конечно, очень хотелось бы. Ну, будем верить, надеяться. Мы думали, что Олимпиады не будет зимней в Сочи. Она была, прошла и удачно. Может быть, и мы дождемся, будет у нас спортивный комплекс с манежем, с бассейном. Ну, спорту и в Сочи, и в Краснодарском крае в целом уделяется огромное внимание. Это одно из основных направлений. Поэтому, я думаю, мечты ваши у вашей спортшколи воплотятся в реальность обязательно и уже в самом ближайшем будущем. Спасибо большое за очень интересный разговор, за то, что сегодня к нам пришли. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была директора 12-й спортивной школы города Сочи Юлия Олейник. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, что позвали. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. Я в студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Сочи Юлия Ольга Десятого. Продолжение следует...